Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет друг, это Зверько. И вот настало время разобрать все изменения, связанные с лесом после недавнего обновления. Лесные ножи и топоры теперь заменили улучшенные ботинки. Для упрощения понимания легче будет сравнить, как было и как стало. Предметы на лесной фарм увеличили урон по крепам на 30, 40 и 50%. Теперь этот бонус заменили на чистый урон, наносимый по крепу. Размер урона растет с уровнем героя, и получается забрать монстра немного быстрее, чем раньше. Однако, раньше штраф за миньонов на линии составлял 50%. И начинался отсчет штрафа с момента покупки лесного ножа. Теперь штраф 70% на опыт и золото, получаемый от миньонов. И этот штраф начинается со старта игры. Вплоть до пятой минуты боя. Получается, нет смысла теперь забирать первую волну, а надо идти сразу к нужному лесному монстру. Формить линию в первые 5 минут не особо полезно. Но большая просьба к союзникам-не-лесникам. Не забирайте фарм лесника. Хотя бы первые 5 минут. Иначе он будет отставать по опыту и голде. В обновлении убрали бонусы золота за убийство героя или ассист. Ранее он составлял 30 золотых. 5 первых стаков дают усиление возмездия, но об этом позже. Ранее стаки герой получал только за лесных крипов. Теперь стаки дают не только за крипов, но и за убийство и ассист вражеских героев. Вдобавок бонус в плюс 15 физической и магической силы при накоплении 15 стаков. До обновления 1.5.88 лесник получал плюс 25% золота и плюс 35% опыта с лесного крипа. Теперь бонус увеличили до 60% оба параметра. Что принесло такое обновление? Увеличили вариативность лесного билда, поскольку освободилось одно место в сборке. Лесные ботинки на порядок дешевле прошлых лесных ножей. И теперь можно отратить золото на нужный вам предмет сразу после покупки ботинок. Что дает усиление возмездия после пятого стака? Кровавое возмездие позволяет вампирить здоровье вражеского героя в размере 12% твоего максимального здоровья. Ледяное возмездие. Вампирит скорость передвижения и передает его тебе. Также пламенное возмездие поступает с физической и магической атакой противника, передавая их тебе на 3 секунды. Все это полезнее прошлого возмездия и вносит вариативность применения. Вектор развития ты можешь выбрать в предметах с самого начала. Чтобы изменить его позднее, будет достаточно продать обувь и купить другую. Исправили проблему лесников, атакующих навыками. Теперь лесной крип восстанавливает ману носителю возмездия. Вот такие изменения произошли. Позднее разберем, как изменили предметы Роума и распотрошим новые предметы. А пока напиши в комменты, как тебе изменения леса и не забудь подписаться на канал. Удачных боев, друг!